Доброе утро! Когда всем недовольны считают, что все должно быть сделано под них, это мы уже поняли. Единственная гонка, которая в этом году европейская, стартовала не в 3.10, как все остальные, а в 4.10, это было Гран-при Франции. Я вам объясню почему. Потому что изначально, когда делался календарь, они увидели, что будет матч, внимание, группы Англия-Панама. Матч группы Англия-Панама. И ради этого Гран-при Франции стартовал на час позже. Когда был через неделю после этого Гран-при Австрии, то никого почему-то не волновало, что посередине гонки стартовал матч уже не группы и не Англия-Панама, а Россия и Испания. Я, например, вот комментировал эту гонку. Я понимаю, что примерно с 2-3 гонки рейтинг у нас, наверное, упал раза в 3, что нормально. Я даже не обижен на зрителей, потому что я и сам бы смотрел, естественно, первый раз в жизни, когда наша сборная вышла в плей-офф. Никто не знал, что мы выиграем у Испании, но тем не менее, да, сам этот факт, что мы против них играем. В итоге я там успел посмотреть второе добавленное время, там нашел в интернете пенальти и так далее. Но я еще раз, ехали, ну ладно, можно сказать, подумаешь, там Россия, хотя это страна-организатор, да? Ехали два испанца в этот момент по трассе, Алонсо и Сайнсо, все шутили, что они сейчас сойдут с трассой, видимо, чтобы посмотреть. Вот, я к чему, значит, это никого не волновало, да, матч плей-офф, а вот ради обычной группы, поэтому представьте себе, англичане случайно выиграли по пенальти наконец-то, да, просто потому что им подарили колумбийцы два последних пенальти. И вот теперь, а весь сыр-бор, вы знаете, из-за чего? Две минуты, две минуты, это максимум, потому что, когда квалификация заканчивается, она не заканчивается в ровно, да, а в ровно клетчатый флаг. Если ты успел уйти на быстрый круг, и чаще всего все стараются подгадать, и как раз действительно момент, если только дождь не пошел заранее, тогда все ясно. А если нет, тогда действительно обладатель пола становится там в 0.1.30, допустим, да, а свисток начальной игры будет в 0.0. То есть полторы минуты из полутора часов, конечно, пропустить совсем невозможно, но за это время шведы, надеюсь, трешечку оформят. Мы тоже на это надеемся. Так, ну то есть я правильно понимаю, что единственный вот этот прецедент случился странным образом именно во время матча Англия-Панама и все? Да. Больше ничего не переносили? Нет, конечно. Ну и правильно, ну и правильно. Я слышал, значит, что... Вообще 21 этап, да, насколько я знаю, в сезоне, но я слышал, что в следующем году планируют добавить еще два этапа. Была ли такая информация, если да, то какие? И какой этап сейчас является самым престижным и почему? Сейчас, я вам... Давайте по очереди. По очереди, давай. Насколько времени, просто понимаете, да, первый даже из ваших вопросов можно два часа отвечать. Нет, на самом деле, смотрите, то, о чем вы слышали, я понял, о чем вы слышали, это внутренняя информация. У нас есть одна команда, знаете, которая в нормальной нашей школе, в моем детстве, я 74-го года, просто вот темную устроили бы на выходе, потому что даже другие журналисты смеются уже, потому что вот собираются время от времени все руководители команд вместе с руководителями чемпионата и что-то разговаривают за закрытыми дверями. Там все серьезные дяди, все выходят потом, значит, молчок, да? Есть один человек, вот это вот Форс Индия, это несчастная команда, которому сразу его ждут все журналисты и не успевают еще выйти, он выходит всегда первым, все им рассказывает, а они тут же в твиттеры, понимаете? И поэтому от этого вот вчера была встреча, и руководство чемпионата получило, судя по, опять же, информации этого дяденьки, потому что официальных никаких пресс-релизов, ничего, да? Не было пока. Потом это утверждается, есть и ФИА, то есть руководство чемпионата это коммерческая вещь, а есть федерация автоспорта, ну как ФИФА, которая утверждает там и так далее, но они получили право на 10%, откуда и цифра 2 лишних гран-при, да, 21, увеличить. В случае, если, опять же, в следующем году, смотрите, у нас, они очень хотели Майами ввести, но там очень сложно, местные там, резидентные, каждый человек может подать там, и это все отсрачивает, начинаются суды, начинаются... В общем, Берни Класстоун, бывший руководитель Формулы-1, сказал, вы знаете, я именно с Майами пытался договориться 20 лет. Я думаю, что вот эти ребята очень наивны, если они думают, что они возьмут сейчас и вот проведут, потому что мэр, допустим, с ними руку пожал. Это, говорит, ничего не значит, у нас сейчас найдутся 50 ассоциаций, каждая из которых это все будет саботировать и саботировать, видимо, до тех пор, пока им как-то не помогут, да? Да, поскольку, если каждому из них помочь, то этап уже становится настолько убыточным, что, тем более, что они решили им пойти навстречу и не брать с ним много денег, как с других. И вот здесь мы к второй части вашего вопроса переходим. Какие самые престижные? Да. Есть один самый престижный этап, и это определяется очень просто. Это единственный, кто не платит. Это Монако. И они не могут вылететь из календаря. То есть, настолько сама Формула-1 заинтересована в Гран-при Монако, что они не платят. Ну, они платят, допустим, 5 миллионов в год. Вот. Ну, это не деньги. Для Монако вы понимаете, что это действительно, несмотря на то, что там 2 квадратных километра, но, как бы, концентрация финансовая такая, они тратят на организацию больше. То есть, это же надо собрать, разобрать все на улицах. Да, я там жил 10 лет, поэтому я знаю, как это. Это 2 месяца собирается, потом там 5 дней разбирается, условно говоря. Ну, то есть, вот эта вот ставка, она минимальна. Другие гонки платят по 25, 30, 35, некоторые новые 50 миллионов евро в каждый год. При этом получить доходы они не могут, потому что все доходы прописаны, что они идут тоже в Формулу-1. Единственное, с чего можно получить доходы, это с билетов. Но с билетов отбить 50 миллионов евро. Понимаете, даже при больших ценах, там, на главную трибуну, там, действительно, по 500 евро есть места, там, есть по 700, где-то в Эмиратах, там, по 1000 евро есть места. Но все равно 30 миллионов не отбить, конечно. Да, да, поэтому это всегда в минус, это просто престиж, это как бы, ну, туристическое, вот мы показываем себя миру. А что касается сочинского этапа, например? Мы платим, да, ну, мы платим. Тоже такие же серьезные суммы. Но вот сейчас, кстати, с новым руководством, видимо, удалось все-таки чуть-чуть, то, что Берни, да, там, вот, причем у него же как еще? Он же закладывает то, что официально называется на инфляцию, типа американского доллара. То есть там каждый год, обычно, если люди на много лет, то есть скидка, а здесь наоборот происходит. То есть каждый год люди платят еще больше чуть-чуть, еще чуть-чуть больше, еще чуть-чуть больше. И вот, насколько я понял сейчас, во-первых, мы, наконец, сделали серьезную вещь, у нас появилась фирма, которая называется Росгонки. То есть это серьезное, это оно, как в других вот серьезных вещах, да, которая управляет и автодромом, и организацией этапа разом, и всем. И вот с помощью этого уже с новыми владельцами Формулы-1, вроде бы, нам удалось как бы вот чуть-чуть выправить вот это, знаете, вот как бесконечное вымывание. Потому что многие бросили. Вот Малайзия, например, прекрасный этап. Он первым появился из новых. Это был первый новый автодром, который вот сейчас есть такой архитектор, Тильке, немец, может, вы слышали, да? Вот даже у болельщиков есть выражение Тилькодром. То есть это современная трасса, которую построил Тильке. Мол, они все неинтересны, все одинаковые. На самом деле это как раз не так, но не суть. Факт в том, что вот этот Сипанк в 99-м году рядом с международным аэропортом Куала-Лумпура, это было первое что-то новое. До этого Формула-1 чуть-чуть варилась в собственном соку. Я когда начал в 92-м, то вот до 99-го практически мы все время ездили на одни и те же трассы. Вот был какой-то, да, вот установленный порядок. Максимум мы могли возвращаться после какого-то отсутствия. Вот Австрия, например, ее не было, когда я начинал, а в 97-м году она именно вернулась. То есть ветераны, с которыми я работал, говорят, о, я помню вот эти деревни там, понимаете, да? А здесь что-то новое, первое, прорывное в 99-м году. И с тех пор пошло, понимаете, там Китай начал появляться, Бахрейн, Абудаби. Некоторые пошли и не пошло, да? Вот Южная Корея или Индия, они несколько лет побыли в Формуле-1 и ушли. Я почему рад, что Россия, например, уже в пятый раз в этом году и еще длительный контракт. Пошло. Пошло, потому что все очень боялись, что, знаете, это вот такой проект. Ну вот решили на месте Олимпийского парка сделать, чтобы там не пустовал Олимпийский парк после Олимпиады. Ну там пару раз проведут, никому не понравится, там энтузиазма болельщиков не будет. Потому что все-таки Сочи это 400 тысяч человек. Весь Сочи, да? Да, здоровенный город, длинный, вдоль моря. Это в Москве можно сделать, там люди гарантированно на метро приедут и все, да? А здесь были подозрения, что со всей страны полетят ли на самолетах, потому что это все-таки денег стоит, понимаете? Гостиницы и так далее. Полетели, и трибуны полны, и это приятно. Друзья, о сочинском этапе не только поговорим через пару минут, а пока к нам присоединяется Танюша Воронцова. Ну привет, Воронцова. Друзья, доброе утро. Алексей, здравствуйте. Ну о чем я пришла поговорить? Конечно, о женщинах. О женщинах Формули-1, вернее, об их отсутствии. Причем речь не только и даже не столько о Great Girls, хотя, конечно, все страшно возбудились тем фактом, что Формула-1 решила отказаться от этих девушек на стартовых решетках. Кстати, как вы сами... Мы бы возбудились, если бы наоборот их вернули. Ну, возбужденные разговоры, возмущенные, соответственно. А, кстати, хотят вернуть же на сочинский этап, я читала. Вы знаете, я вам скажу, есть такие непрогнувшиеся мужики, настоящие, последние оставшиеся. Принц Альберт, принц Альберт. Несмотря на присутствие Шарлен. Но это, кстати, я как раз хотел сказать нормально. Когда красивая женщина, уверенная в себе, то она не ненавидит других женщин. Наоборот, она ими так же любуется, и все абсолютно нормально. Вот, то есть проблема возникает в других случаях. Вот, поэтому принцесса Шарлен точно так же была рада, что у них были красивые девушки на решетке, она не чувствовала себя там из-за этого. Это на этапе в Монако? Вот, да. То же самое на Red Bull ринге вот сейчас было. Почему? Потому что Гран-при Австрии, оно принадлежит в принципе не Австрии, а именно вот фирме Red Bull. Есть один человек-матэшец, который в свое время все это создал, создал команду Формулы-1. И вот он это все продвигает. Он выкупил этот автодром, он вернул туда Формулу-1, и он вот делает, как он хочет. То есть на решетке, да, их не было с табличками, как мы привыкли. Но они везде ходили в падыки, вот в этих национальных нарядах, Дирендл. Кстати, абсолютно потрясающая вещь. Я хочу сказать, что как раз вот Южная Корея, я ее упомянул, к сожалению, ее нет. Вот там на стартовой решетке были девушки, это такой аниме и косплей был, что просто никто не мог работать. Ни механики, у всех валилось из рук просто, понимаете? Там были юбочки, они заканчивались вот здесь, где-то на лбу, понимаете? И там же они и начинали. Да, да, ну соответственно. Понимаете, вот. И вот это было шикарно. Но и австрийские, когда, если ты на них посмотришь, отбросив эмоции, и вот попытаешься проанализировать этот наряд, ты понимаешь, что он полностью закрыт. Он закрыт даже еще больше, чем ваша вот сейчас вот одежда, понимаете? И при этом... Все невероятно. Это потрясает. Да невероятно. То есть степень раздетости здесь никак не влияет, на самом деле. Это степень элегантности общего образа. Я почему и хочу сказать, здесь нет ничего пошлого в формуле 1. Но здесь же вопрос такой, политкорректности, что девчонки... Женщина-вещь, женщина-объект. Да, объективация там и так далее, и тому подобное. Но почему одно не вытекает из другого? Вот какой у меня главный вопрос. То есть, хорошо, формула 1 отказывается там, скрипя сердцем, со скрипом, и пытаясь все-таки каким-то образом найти лазейку от девчонок на стартовой решетке, но при этом мы по-прежнему не видим женщин-пилотес, как они красиво называются. Значит, смотрите, нет, я вам скажу, во-первых. Я читал на эту тему разные статьи, пишут там, начиная от того, что мы физиологически не приспособлены. Да. Что? Что да? Вы не приспособлены, понимаете? Вот смотрите, представьте, что у вас шея будет в 3 раза больше, чем ваша. Нет, это будет, мне кажется, не очень красиво. Если у вас бицепсы будут в 3 раза больше, чем у вас. Ну, есть такие девушки в разных видах спорта, да, ничего страшного, им комфортно с такими бицепсами. У нас, но, у нас есть такая девушка, я не буду называть, она, там, швейцарка ездит в австралийском чемпионате, вот, потому что, да, раз уж мы начали с того, что это не очень, то мы не будем называть по именам. Но даже это не гарантия того, что она быстро поедет. Кстати, единственная женщина, вот, которая в кольцевых, были ролистки давно, которая в кольцевых гонках ехала более-менее быстро, американка Даника Патрика, она очень вполне себе симпатичная, достаточно миниатюрная женщина, поэтому, то есть, там нету каких-то... Ну, тестовые-то пилоты все равно есть в формуле 1 девчонки. Ну, это больше, понимаете, вот это как раз, на мой взгляд, унизительный гендерный принцип. Я вам объясню, потому что, когда женщина действительно в мини-юбке, и она довольна тем, что она грид-герлс, она модель, она получает за это деньги, она рада, что на нее камеры, фотоаппараты, она... Подписчики в Инстаграме, опять же, конечно. Да, да, да. Тогда она честно говорит, я здесь, потому что я красивая девчонка, на каблуках, все... А здесь некие девушки делают вид, что они здесь, потому что они тест-пилоты, они крутые пилотессы, а на деле они едут на 3 секунды медленнее любого парня в тех чемпионатах, в которых они выступали. Есть у нас одна испанка, и опять же, не буду называть имена, да? Действительно, она достаточно симпатичная, миловидная женщина. Ну, с учетом того, что женщина там, в принципе, не так много, легко найти. Нет, ну, вы понимаете, вот она, вот мы своими глазами видим, да? Она едет на 3 секунды медленнее, чем все. Значит, 23 мужика никуда не идут, она с 24-го места, ее берут тест-пилотом. Почему? Чтобы показывать в боксах все время ее лицо. Вот это, на мой взгляд, унизительно для гонщиков, потому что ее взяли, потому только лишь, что она женщина. Это коммерческий трюк. То есть у нас единственный выход объединиться самим и устроить свою формулу. Нет, я вам объясню, это тоже глупость, ее никто не будет смотреть. Это тот вид спорта, послушайте меня. Это вообще такое. Вот есть скачки, конкур и так далее. Вы знаете, что там женщина сейчас, Эдвина Александровна, там двойная фамилия шведская, она всех мужиков, как сказать, оставила далеко позади. Приятно это осознавать, да. На равных, на равных. Так, товарищи, интереснейшая беседа у нас вне зира. Я не понимаю, почему не работает аргумент, женщина хотя бы едет. Она едет, и все. Во-первых, стойте, стойте. Что? Во-первых, Францова никуда не ушла, у нас в гостях по-прежнему комментатор телеканала МАЧ-ТВ, российский голос, Формула-1, Алексей Попов. Алексей, доброе утро еще раз. Доброе утро, да. Да, мы до перерыва начали обсуждать, почему нет девушек за рулем болидов Формулы-1. Давайте же вернемся к этому обсуждению. Почему они только тест-пилоты, и вы очень жестко со мной разговариваете. А вы не привыкли к этому, да? Вы привыкли включать природное обаяние, и все сразу идут на попятную. Ну что вы, говорите, это так приятно, что вы со мной делаете, у меня безоружили, да. Так вот, смотрите, я хочу одну вещь сказать. Во-первых, это, да, процесс, я от этого не буду отказываться, физиологически тоже. И женщине действительно сложнее по реакции, по силе, по выносливости. Эти вещи, их никуда нельзя деть. Теперь другой момент. Если бы вот картингом начинали заниматься одинаково, пирамидально, да? Ну вот тут я соглашусь, да. 50 на 50, то я думаю, что 50 на 50 потом в Формуле-1 все равно бы не было. Именно из-за этой физиологии не было бы. Но было бы хотя бы 20 на 80, допустим. Хотя бы были бы эти 20 процентов. Потому что никто это не делает. Но поскольку девчонок в принципе 10 процентов, то они все и отсеиваются, как вот песок заранее. И они не доходят до серьезных. А девчонки, которые доходят, ну вот у нас последние годы в Европе, где-то на уровне Формулы-3, Гран-при-3, вот сейчас есть девчонка, да? Они никуда не едут, если говорить честным. Если бы она была парнем, никто бы даже не знал ее фамилии. Знают ее фамилию именно потому, что она девчонка, а мы все, ну, пацаны, любим поболеть за девчонок, конечно. Ну, слушайте, ну кто-то должен начинать. Они начинают, и начинают, и начинают. Они привлекают других девчонок, и наконец-то когда-нибудь, может быть, будет конкуренция. Госпожа Воронцова, смотрите, вы же не пилот, да. Алексей, да. Вы же, вот, вы ведущая, правильно? Смотрите, это ваше призвание, это ваша работа. Точно так же в мире Формулы-1 не только есть пилоты. Я хочу сказать, что сейчас как раз, я-то в первую очередь, сейчас, вы знаете, со стороны, наверное, ощущения, что я против женщин. Наоборот, я всегда был за женщин, я всегда их защищаю, и я всегда, мне очень не нравятся вот эти истории наши, знаете, когда у нас очень принято в комментариях, а, иди борщ вари, вот это все, понимаете? Вот это вот свысока отношение такое, типа, мы-то тут мужики, а вы там, во-первых, начнем с того, что мы, русские, всегда на женщинах вылазили, для начала, как бы, в любой сложной ситуации, там, где мы там пойдем плакать, девчонки возьмут себя в руки, пойдут и пробьют. И коня, и немецкий танк, и все, что угодно. Но, вот в той же Формуле-1 есть огромное количество сложных профессий, где сейчас все больше и больше женщин. Ну, менеджеры, девчонки, да. Во-первых, две команды, как минимум, ну, сейчас одна ушла, но, опять же, так же и мужчины уходят, то есть, опять же, это тот процент, вот, пирамидальный, да? Заобером руководила женщина, Вильямсом сейчас руководит женщина. Огромное количество, сейчас пять или шесть команд, в которых инженерами, причем не где-то там на базе, там, иди подмети, там, нет, а инженером у пилота, работающим с телеметрией, ходящим по трассе круга в четверг, там, перед Гран-при, а работающие с ним по радио, работают девчонки, механиками даже, казалось бы, там, надо здоровые колеса поднимать, ну, как бы, самые тяжелые мужики берут на себя, но там, где надо просто, там, я не знаю, какими-то инструментами что-то делать, их подпускают к машинам вполне, они работают. Я вам больше скажу, не надо вообще далеко ходить, со мной работает на протяжении уже скоро восьми лет, со ведущей комментатором девочка Наташа, и за мои тридцать скоро лет карьеры лучшей пары комментаторов у меня не было, с которым у меня было такое взаимопонимание с полуслова, с которым мне так легко было бы работать, такой настолько профессиональный, с грамотным русским языком, вот вам прям все. Поэтому женщины отлично справляются везде, где угодно. Если пока нет хорошей женщины-пилота, это не значит, что она не может быть. Но еще раз, чтобы они были, надо, чтобы мужики брали своих девчонок и вели на картодром, а не только мамы их брали и вели куда-то на каток, я не знаю, куда я обычно... На больные танцы. Ну вот, да. Ну, слушайте, но мне, в принципе, нравится идея, если мы не можем рулить на трассе, то мы, в принципе, можем рулить всеми мужчинами, которые на этой трассе присутствуют. Мы можем, да вы этим и занимаетесь. Всем остальным, Воронцову, пожалуйста. Слушайте, а вообще вот насколько сегодня зависит от пилота болида, да, вот если в процентном соотношении результат, потому что постоянно инженеры что-то дорабатывают, и мне кажется, там уровень компьютеризации достиг такого уже уровня, что пилоту остается на процентов, наверное, 20-30, не больше. Ну, это 20-30 процентов, на самом деле, самое важное. Ну, конечно. То есть это так и есть или нет? Нет, это так и есть, но это не сейчас началось. Это постепенно, действительно, доля человеческая сводится. Но я вам так скажу, смотрите, никогда Формула-1 в любом случае и не была бы, и не была такой, как футбол, да. То есть, что вот действительно мяч круглый, как говорят, там, поле ровное, право зеленое вперед. Такого не может быть. Но даже там, правда, или в детстве ты тренировался нормально с тренером, там, в бутсах и так далее, или ты в пыли гонял где-то, да, да, черти что. И поэтому потом, даже на уровне, тот же вратарь, если он все время на асфальте будет тренироваться, он же будет бояться нырять, правда, за мячом. Ну, потому что он знает, что это он сразу выбывает, он весь содраный в кровище и так далее. А если он на мягонькое, да, то он будет смело прыгать. И это уровень рефлекса. Это я беру простейшую игру футбола, да, которую все любят, понимают во всем мире. Вот Кубок мира, вот все могут в нее играть, любые экзотические страны приезжают. И, в принципе, играют точно так же, как и хорошие страны, да. А Формула-1 это очень технический вид спорта. И всегда ломались эти машины. Всегда одни были лучше, другие хуже. Просто раньше, как-нибудь в начале 50-х годов, мы сейчас в Silverstone вспоминаем 50-е годы. Понимаете, там, 4 Alfa Romeo, 4 Ferrari, плюс, там, Mercedes, плюс еще какую-нибудь Alfa Romeo продали частной команде. Но раньше проще было обслуживать машину, не надо было 500 компьютеров, 200 человек, чтобы ее только завести, да. Поэтому, вот продали, это физически был практически автомобиль, ну, гоночный автомобиль. Свечи сменил, там, шины поставил, масло залил, и она поехала. Понимаете, поэтому были частные еще Alfa Romeo, там, какой-нибудь принц Таиланда, Бира там ехал, иногда до подиума доезжал. Я к чему? Что сейчас? Доезжал. Ну, доезжал. Понимаете, когда 12 машин на старте, из них 7 сломалось, да. Он доехал. Да, и он, гонки длинные, у кого-то что-то, вот, то есть сейчас намного профессиональнее все, вот это вот скомпоновалось. В последней гонке, неделю назад, у нас сошло 5 человек, так мы удивлялись. О, надо же 5 человек, и этот сошел, и у этого машина сломался. Мы отвыкли, что машины ломаются, а ведь гоночные, даже когда я начинал в 92-м году, это всего 20 сколько, 26 лет назад. 26 лет назад. И тогда, действительно, половина машин в среднем доезжала до финиша, да, ломались, и лидеры ломались. А сейчас, конечно, но я даже не провариваю, просто вот видишь, человек, да, а всего лишь, казалось бы, ее целиком разбирают, собирают, ей всего надо 300 километров проехать. Казалось бы, это несложно, но настолько они все на пределе сделаны, плюс, ведь это же не одна машина, как во многих чемпионатах, это каждый завод, ну, а завод иногда в моем, вот, опять же, в начале это было вот как вот здесь, помещение, там, три человека, там, что-то там сделали на коленке, там, в автоклаве, испекли какой-то из карбона. То есть это вот могли быть мы вчетвером. Мы могли вполне. Собрать. Когда начинались, нет, Феррари все-таки нет, потому что Энца, вы знаете, он же сам, он был руководителем Альфа-Ромео гоночным, и уже тогда у него были ресурсы завода, то есть весь Турин работал на него, и у него уже в 30-е даже годы уже были механики, инженеры, все было очень серьезно. Поэтому, когда он отделился и начал свое, вот, под своим именем, в конце 40-х, именно Феррари, то он уже начал изначально... Не с нуля, так сказать, мягко говоря. Не с нуля. Да, он построил цеха, а вот в Маранелло, это сейчас там смеются, что вот там Маранелло, маленькая продукция, да, там, суперкары, но тогда это было сверхпередовое производство, никто такого не делал. У него был свой автодром, например, сейчас тесты сведены к минимуму, но это был первый у кого... Трасса Фьорана, на самом деле, это, знаете, как, я не знаю, как Тульская и Шаболовская, понимаете, вот это вот, Маранелло и Фьорана, это на самом деле одно и то же, просто коммуна по-другому называется. У них был свой автодром, они первые поставили телекамеры в 70-х годах, этот автодром был разделен на 21 сектор по таймингу, сейчас до сих пор такого нет. Мне кажется, мы можем продолжать вообще бесконечно, я вам единственное скажу, перерывы между матчами чемпионата мира, обязательно посмотрите на телеканале Матч ТВ, комментарии российской Формулы-1 о восполнении Алексея Попова, это абсолютно блистательно и интересно, крайне. Алексей, спасибо, что заглянули этим утром к нам, за эфиром еще все. И отдельно от меня спасибо. Сфотографируйся с Алексеем Францовым.